Итак, я поехала на автобусный тур на Расмухамед. Честно, я там была несколько раз, но я была на машине. Конкретно тура там вот с гидом не было. Вчера договорилась, проплатила, пять раз спросила, говорю, паспорт нужен? Говорю, у меня виза заканчивается. У меня на месяц виза. Он, не-не-не, паспорт не нужен. Думаю, возьму на всякий случай. Мне звонит водитель сейчас, говорит, вы паспорт взяли? Я говорю, да, взяла. Пришлось бы возвращаться. Берите с собой документы. Друзья, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень помогает развитию канала, в принципе, и очень радует меня, мотивирует меня снимать больше и показывать вам больше. Шарм-Аш-Сейх совсем не динамичный город, но я динамичный человек, поэтому все у меня в бегу, на бегу, на лету. Вот, я не то чтобы опаздываю. В Шарме... В Шарме вообще-то сложно куда-то опоздать, потому что в первую очередь опаздывают те, кто назначает что-либо. Вот, если кто сюда собирается, будьте готовы, что тут все медленно, медленно. Ну, я к тому, что снимаю я всегда на ходу. Надеюсь, вы не против. Значит, мне сказали памятка. Это брать с собой маску, что-то теплое. Я укуталась, потому что на Размухамед всегда ветрено. То есть, лето, зима, неважно. В моем случае кепка очки, потому что мне нельзя вылазить на солнце. Еще пока после пластики. Полотенце. Ну, и сейчас посмотрим. Так, сейчас нам будут рассказывать про экскурсию. Сначала я рассказываю про Размухамед на яхте. Давай. Эта экскурсия начинается в 8 утра до 17.00. Это на целый день экскурсии. Вот, там будет рим остановки. О. В первой остановке это будет 45 минут. И будет внутри Размухамед отсюда. Вдейший Размухамед. Вы будете внутри Размухамед там поплавать 45 минут и за инструктором. А потом яхте будет в другую остановку, чтобы еще там поплавать и посмотреть в другой риф. Вот разный, понимаешь? После этого, а вторая остановка это будет полтора часа. Потому что вы будете на обед и после обеда обед поплавать. И последняя остановка это будет Белий остров, Белий песок, который она так выглядит. Вот это Белий остров, Белий песок. Она такая выглядит. Очень красиво. На русском, красивенько, молодец. Это Белий размухамед на яхте на целый день. А размухамед на автобус. Это не целый день. Это просто экскурсия начинается в 9 утра, до 14.00. Там будет вход Аллах, который написан Аллах на арабском языке. Классные камушки. Там озеро желания и маргару дерево, который она воду поменяла. Бру воду, салоны до воду чисто, которой можно бить этого. Очень интересно. И там москва в землях пересенья, который она уже 50 тысяч лет назад. Вот это вот. Вот она. Очень интересно. И там и два пляжа, и там будет и перебесок, и озеро желания. Там поплавить просто час, и поздрав желание опять поплавить в час. А потом в 14.00 раз вернуться домой. Вот это размухамед на яхте, и это размухамед на автобусе. Конечно, на яхте это вообще только на море. Только в море. А на автобусе там будет и 5 остановки, и два пляжа, которые там будут и поплавать. Это два места. Получается, на автобусе интереснее. Очень интересно. И там есть салоны озера. Салоны озера, которые там вода очень-очень слишком в салоне. Понимаешь? Не бывает такая вода вообще в шарму, понимаешь? Потому что размухамед это где-то внутри сена. Внутри сена. Вот это вообще сена. И есть экскурсия в Дахав. В Дахав, наверное, была там Головая лагуна. Вот. Вот так это два экскурсия просто на размухамед на Белий остров. Либо на размухамед на автобус. Вот она. Называется Забагидлидник. Забагидлидник Барка Расмухамед. Угу. Ну ты на него. Угу. А вот это наши мандивы. Вот. Наши мандивы. Расмухамед. На авто, на яхты. Вот это на яхты. Вот это на автобусе. Угу. Да, это все включено. Для наших подписчиков. Погружается в дайвинг. Там в Расмухамед на яхте стоит только 10 долларов. Угу. Вот. Это на целый день на яхте. И там будет обид. Отлично. А это просто на 14.00 вернуться в гостиницу. Так. Ну что, ребята. С вас лайки и подписки. Очень поможете каналу. Мы старались. И давайте напишем, куда мы едем. Всем спасибо. Народ, я хотела сказать. Почему-то даже местные не в курсе, что вот здесь на углу есть водофон. Они работают с 12.00. А вот здесь, вот он будет маркет. Дринки, кстати, отказались. Не разрешили мне снимать. Боятся, что их по закону накажут. Алкоголь же продают. Алкоголь же продают. Алкоголь около один час. Почему Алкоголь за бабыдник? Это другая. Почему за бабыдник? Потому что там много мангара варушек. Окей? Мангара варушек. Это около один час. Раз Абугалюм. Это тоже забабыдник. Это тоже красиво. Ачар Мальших. Да, город один час. Да, город это значит зул. Это на арабийском языке. Да, город раз Абугалюм 10 км. Окей? Там... В общем, пока у нас маршруточка. Нас завезли в дайвинг-центр. Я так понимаю, сейчас всех, кто не взял маски, будут уговаривать их купить. Ну и также будут рассказывать вот карта Расмухамед. Такое все обшарпанное. Ну вот это почему-то Ашар Мальших всегда такой. Ничего не достроено. Грязь. Ну и юмор. Считается, что подтираться рукой, которой ты там, они когда молятся, руки так складывают, или которой ты здороваешься с людьми, это харам, грех. Поэтому они подмываются. То есть истинные мусульмане. Но сейчас уже в квартирах поубирали, потому что часто живут не мусульмане. Но вообще-то, ну вот эти душечки маленькие, это прикол. Кстати, прикол, вот эти вот душики есть в каждом доме и практически в каждом туалете. Сейчас расскажу почему. Пустыня. 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 Ну и наверное самое зрелищное здесь старые ворота. Я уже придумала, если ехать на фотосет, можно группу потерять, тут зависнуть на пару часов, потом с ними назад вернуться. Очень красиво. Очень ветрено, но очень зрелищно. Я люблю эти ворота и здесь всегда ветер, поэтому очень классно приезжают девчонки там в летучих платьях, именно на фотосете. Ну тут ничего нет, кроме этих ворот, поэтому их называют старыми. Вот пустырь. Ну как слышно наверно ветер, но блин круто. Вот люди с кругом собрались купаться. Ну я как бы вот в свитере, в костюме. Я бы еще что-нибудь на себя надела. Никого ни о чем не предупредили, с ребенком с кругом. Слышно наверно порывы ветра. То есть конечно очень красивая вода, всем сказали надеть маски и нырять. Ну в гидрокостюме может быть, но не знаю. Я не знаю куда нырять. Ну честно, как бы может я уже старею, но я бы не ныряла. Тем более 10 утра, ну ладно там я не знаю, посреди дня, но тут всегда ветрено. Всех предупреждаю. Всегда, то есть берите что-то тепленькое. Детей я не взяла естественно, но людям может быть нету детям или что. Тут англичанка вообще с младенчиком, по-моему, годик ребенку. Такие отчаянные. Это наши. Наверное из онклюзива. Ну и у нас крещение тут недавно было, собственно они наверное подготовлены. Наша группа Ромашка, это кстати англичане, таки пошли нырять с маской. Это наш гид, ну отчаянные ребята, честно, холодно. Гид в куртке. Я сижу. Я вам скажу так, пока что очень скучно. То есть нас тут выплюнули на полтора часа. Ветер такой пронизывающий, ледяной. Ну то есть не то, что лечь по загару, но я говорю, берите купальник. Ну я конечно типа взяла, но раздеваться совершенно не хочется. А поскольку это автобус, ну то есть пока всех не соберут и не повезут на следующую остановку, ну такое, лучше конечно на машине. Сам себе бы остановился там, не знаю, сфоткался или там позагорал, если погода позволяет. но зимой, я так понимаю, лучше сюда не того. Ну красиво, да. Поехали дальше. Еще раз. Пол двенадцатого. Здесь он дует. Вас опять высадили к озеру. Сейчас он что-то расскажет. Очень красиво, но холодно. так. Это у нас озеро желаний. Типа надо бросить камушек и загадать желания. Красота. вода. Очень красивая вода. Такой островочек. Что за свиньи? Ну что я вам хочу сказать. Скажем так, не едьте зимой в запобедник раз Мохаммед. То есть красивые фотографии едва ли сделать, потому что холодно раздеваться. Ну то есть можно, но покупаться, ну купались ребята. То есть тут зависит от степени вашей холодности. Вот двенадцать часов нас уже возвращают назад. Мне сказали до двух. Я еще тут так смотрю, мы вроде уезжаем. Ну для опыта, для разнообразия можно. Сказать, что вау, ух, не скажу.